всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня у меня эксперимент я решил приготовить кусок замечательной говядины по технологии тамбовского окорка вышучи мне в прошлый раз результат понравился правда для этого выбрал мягко говоря не самый дешевый кусок мяса в ближайшем супермаркете вот это труп называется антрикот де буе то есть антрикот из бука сознаться честно не очень-то кусок похож на антрикот слишком уж он вытянутый но кусман довольно таки богат жирными прожилками в какой-то степени даже мраморный обсказал да и скидка в 50 процентов свое дело сделала конечно я вот этот а труп взял за 11 евро за килограмм обычно вообще 23 у нас магазине стоит короче хочу приготовить деликатесный кусман вареной копченой говядины сначала готовлю рассол вода кипяченая соль нитритная сахар и все как следует размешать до полного растворения и пока соль растворяется надо зачистить кусок от всех фасций потребуется острый нож знаете какой да верная рука и терпение зачищенный кусман накачаю рассолом из расчета 100 миллилитров на 1 килограмм мяса поехали инъекции надо стараться делать как можно более равномерно по всему объему чем равномернее тем лучше и теперь натираю солью сверху эта схема называется смешанный посол подробности смотрите справочники технолог колбасных производств под редакцией рогова например в рецепте табовского окорока для новичков на канале похвалюсь что все подробности эпичного процесса приготовления табовского окорока я уже показывал в отдельном ролике натираю нитритной солью из расчета 20 граммов на 1 килограмм мяса это на треть меньше чем положено для окорока но хочу заметить что скорость просаливания мяса значительно выше чем у сала или у свиной шкурки поэтому то что для окорока нормально для мяса будет чересчур вот я своим волевым решением и уменьшил количество соли и вот в таком симпатичном виде оставлю мясо в холодильнике на сутки оставайтесь с нами второй этап мясо у меня на данный момент просаливалась 24 часа натертая солью в холодильнике и теперь как случае с табовским окороком я продолжу этот процесс в рассоле рассол меньше плотности уже чем тут все нужно было для инъекций и не 5-7 дней а парочку наверное хватит потому что кусок небольшой плоский неравномерно просолится гораздо быстрее чем 8 килограммовый окорок второй этап также проходит в холодильнике при температуре от 0 до плюс 4 только вот наверное переложу в чуть более просторную посуду вот так пленка затяну ничего у меня не расплескается очередной перерыв мясо просолился теперь его нужно на парочку-троечку дней отправить в холодильник уже без рассола чтобы она там созрела но чтобы она симпатичнее выглядела в результате затяну его в сеточку предварительно как видите натянули на трубу для удобства так что раз два и готова ну и обвязать конечно надо очень просто и быстро сначала делаем удавочку эту удавочку затягиваем и чтобы можно было быть уверенным что все хорошо затянулось можно сделать еще одну петельку вот так вот со стороны батончика я ее затягиваю вот так а теперь делаю петлю для подвеса петля и захватываю вот за эту саму петлю сбрасываю вот петля для подвеса перевернул петлю сделал подтянул и еще одну со стороны батона давайте еще одну закрепим и в таком вот виде подвешу в холодильнике нет конечно можно было бы оставить на созревание и на 5 дней и на недельку но я боюсь что у меня терпения не хватит оставайтесь с нами следующий этап мясо у меня я надеюсь созрела и даже провялилась одну ночку я его подвесил вне холодильника прямо на кухне и смотрите какое оно стало даже слегка блесит как будто лаком покрытая короче сейчас копчение недолго полчаса может быть час от силы угли у меня уже разгорелись в замечательном стартере так что высыпаю сюда собираю коптильню совершенно необязательно коптить именно в таком агрегате можно делать в обычном деревянном ящике сейчас дымогенератор есть это на самом деле неважно так могу сразу щепу заложить это у меня пекан немного я думаю вот такой вот щепотки хватит сюда подвешиваю в нижней части этого моего агрегата вот здесь стоит чаша заполненной водой для отсечки жара мясо все накрыл по технологии приготовления свиного окра котамбовского копчение должно проходить 36 часов если температура дыма там 30 50 градусов на если температура высокая 60 80 90 то час я думаю что я управлюсь за полчаса потому что во первых это не окорок он размером поменьше а во вторых мне не нравится сильный запах копчения ведь уже раскочегарилась все так у меня есть здесь вставлены заблаговременно термометр часто температура устаканится можно будет сказать какая она там идет оставайтесь с нами ну я думаю хватит визит дым прекратил идти потому что вся щепа это вся уже протлела так можно говорить нет но я сказал так и вот что меня здесь в результате смотрите какой цвет какой вид продолжать тепловую обработку я буду уже в духовке может было бы сварить в воде но боюсь потерять вот этот замечательный цвет а в духовке это будет попроще туда пар добавлю чего болтаю пойдем уже туда так мяско возьму духовку я уже разогрел до 80 градусов может чуть чуть меньше можно приступать сюда мясо включая обязательно с конвекцией термометр один загоняю в мясо в самый центр вот так на самой нижней полке духовки располагается противень туда в воду вот так и щуп второго термометра расположу рядом дело в том что полагаться на точность этого датчика не приходится он врет безбожно поэтому я контролирую двумя термометрами температуру вокруг этим температуру внутри батона здесь готова говядина будет тогда когда температура внутри батона достигнет 69 70 градусов после чего и нужно постараться как можно быстрее охладить и можно есть самый любимый момент проба что касается приготовления вчера у меня в духовке это мясо запекалось при температуре от 72 до 84 градусов мне точнее удалось установить в общей сложности 8 часов 15 минут 8 часов 15 минут это несмотря на то что в духовке был противень с кипятком и это кипяток регулярно добавлял то есть вопрос диаметр и то что мясо не вот вот именно вот такой вот с большим количеством жирка в нем с прослой то есть его теплопроводность не высока теплота так долго проходила конечно варить гораздо удобнее в воде но при варке внешний цвет не получится вот такой вот яркий обязательно побледнее давайте уже завязать ну вот к примеру здесь переживаете я тоже оба на ну и как вам этот вид а мне кажется просто красота просто сказка ведь как блестит сочная говядинка такая ароматная о чудо конечно для удобства поедания надо было бы сеточку снять но я очень хочу показать эту красоту чудо просто чудо так вот так я разломлю чтобы сеточку эту самую снять и расскажу про вкус аромат говядины очень легкий запах копчения очень легкий вот я говорил уже не раз мне не нравится когда очень сильно пахнет копчением и вся продукция домашних коптильщиков на которой мне доводилось пробовать она какая-то просто чрезмерно пропахла дымом я не знаю почему вдруг считается что если прям прет дымом то это классно не знаю я любитель более тонких вкусов ароматов а и так соли чуть чуть больше чем я бы хотелось потому что для свинины наверное это прям вот хорошо это как хороший такой хорошая свиная ветчина окор то самый тамбовский для говядинки может быть чуть чуть поменьше мне бы хотелось хотя если трескать такое мясо не как докторскую колбасу отрезать толстыми ломтями отрезать тоненько делать какие-то бутеры с какими-нибудь там маринованными огурчиками это конечно классно ну и в качестве такой нарезки праздничный это хорошо это очень здорово я наверно буду повторять обязательно я буду повторять в вариациях разных в чем будут вариации последние часов наверное 6 перед тем как отправлять в коптильню то есть после того как я достал из рассола я наверно буду это дело обсыпать пряностями каким-то острым перцем кориандром может еще каким-то свернутом видео так вот подвешать и выдерживать а можете вовнутрь тоже будет она хорошо потому что сейчас это просто классная очень вкусно очень нежное мясо если добавить пряностей то можно получать вообще разные по вкусу разные по структуре нарезки просто здорово да это не совсем технология тамбовского окорока потому что в тамбовском окороке именно варка в воде а я делал варку в колбасном терминологии варку в духовке с паром ну так наверное вот для такого вот куска мяса она даже и получше жалею ли я что потратил столько времени на мясо однозначно нет я буду повторять потому что трудозатрат очень мало по времени долго ждать приходится трудозатрат мало вкус великолепный однозначно рекомендую вам это дело попробовать лучше конечно выбирать мясо с таким большим количеством проживок вот с таким вот огромным спасибо что смотрите спасибо что лайкаете дизлайкайте и делать отдельные репост репост это видео и обязательно поместите это видео себе в избранной и приготовьте приготовьте потом похвалитесь прямо будет классно спасибо вам как я уже сказал спасибо спонсору самури за предоставленные ножи за спонсорскую поддержку всем пока а